В Беларуси могут начать производить китайские медицинские медикаменты, речь о лекарствах, вакцинах и инсулине. Пандемия коронавируса негативно сказалась на раннем выявлении онкологических и кардиологических заболеваний. Теперь эту ситуацию нужно исправлять. Для этого нам важны поставки с КНР нового диагностического оборудования. Прорабатывается также возможность строительства на территории нашей страны учреждений здравоохранения под ключ. В Беларуси за сутки потушили 15 лесных возгораний. Специалисты уже 30 дней без перерыва сражаются с огнем в массивах. С начала пожароопасного сезона произошло 250 ЧП, общей площадью 164 гектара. Ограничения и запреты продолжают действовать во всех районах Минской, Витебской, Гродненской и Брестской областях. Развитие внутреннего туризма в Беларуси получит новый импульс. Ставку сделают на изучение исторического наследия, разработку нестандартных маршрутов и национальных гастротуров. С каждым годом растет спрос на путешествия по родной стране и оздоровление в наших санаториях. Это, кроме прочего, дает дополнительные возможности для создания рабочих мест. Газета «Бобруйская житё» в числе победителей 19-го национального конкурса «Золотая литера». Торжественное награждение прошло 2 июня в Бресте. Заветную статуэтку в номинацию «Лучшие материалы по тематике спорта и туризма» среди областных, районных, городских и корпоративных печатных изданий вручили директору информационного агентства «Бобруйск-Медиа» Николаю Силкову.